Иерусалим, продолжаем. Хок для Исраэль, продолжаем. Дах, йоми, дарактай, йома, лист 26-й. Ясно, что дверей Томарой леничмат. Волим, все мяцехатом, если упадем в группа Шмаха, Эфер, Баттамара и всему еврейскому народу. Ясно, что в Сибышний дал, скорее, выздоровление. Говорит, и Мара так. Следующая мишна говорит, мы сказали, что было 4 лотереи в этом игдаче. Две мы прошли, следующие две. Апайсашлежи, хадашим лакторит, бау, ифису. Следующая лотерея была с тем, что кто будет делать кетторит. Кто будет делать кторит. Кторит, это было воскресенье благовония. Кто делал кторит Муло Бурухай, объявляли в этом игдаче, что тот, кто никогда этот курбан не делал, должен этот курбан сделать. Почему только новый? Потому что кторит, это была сгура для баку. богатства. Поэтому тот, кто делал, поэтому выбирали коэна, который никогда этого не делал. Он эту службу совершал. И это делалось только один раз в жизни каждым коэном. Дальше, в армии, хадашим имешаним, четвертая лотерея была. Тот, кто поднимет на мезвеях части животного, которые положили на эту рамку. Как мы сказали вчера, сначала уложили части этой жертвы. Можно там дверь закрыть? Ребята, подтищи можно? Можно подтищи, пожалуйста? Вот это, пожалуйста. Вот это, как любой коэн, который приходил туда, для того, чтобы он стал богатым, получить вот это, ему давали вот это киторе. Каждый коэн это делал один раз в жизни. Это для себя он делал? Да, для себя. Дальше. Как мы сказали, никто два раз говорит на мера, никто два раз это киторе не делал, потому что она делает человека богатым. Мы хотим, чтобы все были коэны богаты. Четвертое было, мы сказали до этого, на подъем к бета-мигдашу ставили части животных. В этом случае, четвертое агралабло, кто поднимет это с этой горки и положит на жертвенник. Это была четвертая лотерея бета-мигдаши. Это могли делать любые коэны, которые это исполняли или не исполняли, потому что этот курбан-тамид был постоянно и утром и вечером, ах-торит было очень редко. Это была большая сгула. Курбан-тамид было много. Дальше говорит Гмара. Амарава, ломишкахат сурбамирабанан, демори, элла, дати, мишевед, леви, ом, мишевед, исахар. Так как вот этот посух, откуда мы знаем, что кторит делает человека богатым, это посух, который из Торы, который говорит, И здесь написано, Бог благословит то, что он будет делать. Отсюда мы видим, что кторит обогащает. Так как мы проходим сухим из Парашат Везута Браха, Тора говорит, что молодые мудрецы, которые могут решать Аллаху, они выходят только из двух колен. Из колена леви, как написано, И про сыновей Исахара написано, лотерею в отношении корбан, который был после полудня, корбан-минха, уже не делали, потому что тот, кто сделал его утром, те же они, они делали его вечером. Даже говорит, Гмара, есть другая братья у нас, что да, как делали лотерею на утренний корбан, так делали и лотерею на послеобеденный корбан. Гмара, когда это было, это было в шаббат. Почему в шаббат? Мы сказали, коэны менялись. Одна семья коэнов, одна группа коэнов служила всю неделю, каждый день по одной семье из этой группы. В шаббат они служили утром, после обеда уже была новая группа. То мы утром сделали лотерею для первой группы, новая пришла, для них нужно делать новую лотерею. Дальше говорит Мишнам. И так продолжается. В четвертом мы сказали, лотерея была, кто поднимет эти части животного с подъема на Мизбех, на сам Мизбех. И для чего это нужно было? Для того, чтобы чем больше людей, теперь есть вопрос, там, на самом деле, кто это поднимал? А по одному мнению, те, кто поставили на горку, на подъем, они же поднимали потом на Мизбех. Другие говорят, нет, нужно были новые, чтобы было побольше людей. Чем больше людей исполняют Мизбех, тем больше почет Всевышнему. Другой мнение говорит, нет, это некрасиво. Он начал службу служить, а теперь бросить посередине и уйдет. Тот, кто поставил на этот подмост, тот же поставит и на Мизбех. Вторая часть, так что, раби Елизабель Няков, амалееваримлякевеш, гумма алеотамрым Мизбеха, макомщина, ло орха ара. Сказали? Раби Елизабель Няков говорит, тот, кто положил их на подмост, он не поднимает на Мизбех, что это так, чтобы было, не было некрасиво. Поэтому, то, по его мнению, то, кто тогда, четвертая лотерея была для чего? По его мнению, четвертая лотерея была для ке-то-рэд, для воскурений. Раби Елизабель Няков говорит, четвертая лотерея, теперь тот, кто делал воскурения, он приносил, его другой коэн приносил, савок с углями. Раби Елизабель Няков говорит, для савказского углями была отдельная лотерея. Дальше, следующая Мишна говорит, тамид, корба, тамид, корея, битча, бе-асара, бе-ахатасар, бешней мазар, лопа ход вилойтер. Теперь Мишна говорит так, постоянно же это проношение нужно было девять коэнов, иногда десять, иногда одиннадцать, иногда двенадцать. Ни бе, ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Кейтад. Ацмоб этот, как так может быть? Сказать, сам корбан, мы сейчас сколько сказали людей нужно? Тринадцать. Здесь Мишна говорит девять. То есть, то, что связано с самим корбаном, было девять. Но кроме этого, было еще четыре человека. Первый, кто делает чхита, это лотерея была, кто окропляет кровью, один делает чхита, один окропляет кровью, третий, очищает внутренний жертвенник, и четвертый, очищает менор. Плюс девять человек, которые брали органы животного и ставили на мизбех. А что делает в это время Коэн Гадоль? Коэн Гадоль наблюдает, но Коэн Гадоль может прийти в любое время и сказать, сегодня никакой лотереи не будет, я буду все делать. Это его право. Это шерсть. Это Коэн Гадоль. Дальше можно объяснять, на самом деле, что у нас были случаи, когда к этим службам нужно было добавлять Коэнов. Рабика говорит, когда мы должны добавлять, как мы сказали, это было или с девяти до двенадцати, это то, что не связано со шерстью, или тогда получится с тринадцати до шестнадцати, если мы скажем тринадцать. Бехак в праздник Суккот нужен был еще один дополнительный Коэн к этим девяти или тринадцать, который возливал воду на праздник Суккот. Так у нас получилось уже десять или в предыдущем местные четырнадцать. После полудня два Коэна приносили две доски. Какая была доска нам из Бехак? Мы сказали, один локоть длиной, один локоть толщиной. Один куб, два Коэна приносили это, это еще два Коэна. Получилось у нас уже... Пятнадцать. Не, пятнадцать, один спинок. Это же не Суккот. Там было девять, два добавили, получилось одиннадцать или пятнадцать. Девять, и если мы прибавим тринадцать, получается пятнадцать. Уб шаббат, уб хаг, ахаг, бияд ахат, ахат целухит шель маим. А если вот, как вы говорите, Млоб бурха, если это был и шаббат, и Суккот, тогда мы добавляли еще троих, правильно? Два приносили эти дрова, и один приносил кувшинчик с водой. Дальше говорит, Мара, Эд бенасхин, мияд беха, миайм беха, эйлят там бетамичер шахар. Но, говорит Мара, что Мишина говорит, что когда было возливание воды на Суккот, утром или после обеда, утром, а не вечером. Поэтому, лишнего Коэна на вечер не нужно. Откуда мы знаем, что это было утром? Говорит Мара, что была история. Откуда мы знаем, говорит Мара, что был случай, что был Коэн, который вместо того, чтобы сделать возливание как надо, налил воду на свои ноги. И все люди, которые были в бетамикдаше, праздник Суккот, забросали его своими от других. Когда мы берем и трогли ула в руки, утром, отсюда Мара говорит, что возливание воды в праздник Суккот было утром. Дальше говорит Мара. Дальше Мара объясняет, она, теперь вечером две доски приносили, эти дрова приносили два отдельных Коэна. А утром был один. Почему написано там и они поставят во множественном числе эти доски. Утром написано там написано один. И очистить, и поставить. Это один Коэн. И заключим так, что мы сказали. Шесть Коэнов нужно было, чтобы они поднимали части маленького барашка. Если это был более большой баран, Айль, там нужно было уже одиннадцать Коэнов. Если это была корова или бык, его части нужно было, чтобы поднимали двадцать четыре Коэна. Голова там огромная, рука, нога огромная, по два человека носили, и все Мара перечисляют, кто какие вещи носил. Это все общественный Курман. Но если это был личный Курман человека, один Коэн, и даже он имел право выбрать себе Коэна, который будет всю эту службу исполнять. А как он? По порядку? По порядку. Не сразу все. По очереди. И дальше, на следующем месте мы пройдем, что говорит Мара. что мы должны это учиться, мол, завтра Мащаях придет, зарезать животное, снять с него шкуру и разрезать его на части, имеет право даже простой еврей. Не обязательно, чтобы это был Коэн, но это следующий лист. Гмари, бархан, айл, 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 айл,